Смерть чиновника В один прекрасный вечер Не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков Сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на корневильские колокола. В рассказах часто встречается это «но вдруг» авторы правы. Жизнь так полна внезапностей, но вдруг... Лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось, он отвел от глаз бинокль, Нагнулся и... Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицмейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утесся платочком, и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя, не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханием. Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Брезжалова, служащего по ведомству путей сообщения. «Я его обрызгал», — подумал Червяков. «Не мой начальник, а чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо». Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо. «Извините, вашество, я вас обрызгал, я нечаянно». «Ничего, ничего, ради бога, извините, я ведь... я не желал». «Ах, сидите, пожалуйста, дайте слушать». Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уже блаженство больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брежалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал. «Я вас обрызгал, вашество, простите, я ведь не то чтобы...» «Ах, полноте, я уж забыл, а вы все о том же, — сказал генерал, и нетерпеливо шевельнул нижней губой». «Забыл, а у самого ехидства в глазах», — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала, — и говорить не хочет. «Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал, это закон природы, а то подумает, что плюнуть захотел. Теперь не подумает, так после подумает». Прилядомой Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось, ему слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему. Она только испугалась, а потом, когда узнала, что Брежжалов чужой, успокоилась. «А все-таки ты сходи, извинись», — сказала она. «Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь». На другой день Червяков надел новый вице-мундир, подстригся и пошел к Брежжалову объяснить. Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова. «Вчера в Аркадии, ежели помните, вашество», — начал докладывать экзекутор, «я чихнулся и нечаянно обрызгал из...» «Какие пустяки, бог знает что!» «Вам что угодно!» — обратился генерал к следующему просителю. «Говорить не хочет», — подумал Червяков бледнее. «Сердится, значит». «Нет, этого нельзя так оставить, я ему объясню». Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал «вашество». «Ежели я осмеливаюсь беспокоить вашество, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния, ненарочно, сами изволите знать». Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. «Да вы просто смеетесь, милости, здарь!» — сказал он, скрываясь за дверью. «Какие тут насмешки!» — подумал Червяков. «Вовсе тут нет никаких насмешек, генерал, а не может понять. Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном, черт с ним, напишу ему письмо, а ходить не стану!» «Ей-богу, не стану!» — так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, думал и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять. «Я вчера приходил беспокоить вашество», — забарматал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза. «Не для того, чтобы смеяться!» «Как вы изволили сказать, я извинялся за то, что чихая. Брызнулся, а смеяться я не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам не будет. «Пошел вон!» — гартнул вдруг посиневший и затрязшийся генерал. «Что-то?» — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса. «Пошел вон!» — повторил генерал Затопов ногами. В животе у Червякова что-то оборвалось, ничего не видя, ничего не слыша. Он попятился к дьереи, вышел на улицу и поплелся. Придя машинально домой, не снимая вид с мундира, он лег на диван и помер.